Хотим поделиться, что же у нас поменялось в отношении Турции в процессе жизни здесь. И сегодня расскажем, что нас бесит в Турции. И у нас было такое видео ранее, еще летом, но сейчас кое-что поменялось. Вы на канале Тунки Спейс, я Олеся. Я Владимир. Погнали. И первое, что нас по-прежнему бесит, это то, что время продолжает быстро течь. Только встали, а уже вечер. Бесит прям. Кумовство. Если у тебя нет знакомого турка, который сможет пойти попросить что-то только потому, что он турок, то на выполнение необходимой задачи придется потратить время и силы. Вова к умовству нормально относится, а вот меня это бесит. Если вы иностранец, и это отчетливо ясно из вашей наружности, то на рынках, а иногда не только там, могут завышать цену. Поэтому мы часто постоим, послушаем, какую там цену называют местным, а потом уличаем в их в обмане, если таковой произошел. Это происходит не повсеместно, но такая дискриминация возможна. И это бесит. А вот дети бесить перестали, как раньше. Возможно, потому что лето прошло, и все по домам. Выходить на балкон только в футболке. Я целыми днями то надену, то сниму футболку, так как соседи могут пожаловаться полиции, типа на мое неподавающее поведение. И это бесит. Ходят будто на променаде. Или встанут столбом посреди улицы. И это бесит. И не только нас, между прочим. Еще бесит необязательность. Вызвал частильщика Камвров, например, пришло смс, что придет с 3 до 5, а пришли в 7. И так практически все. И это бесит. Вызывая таксистов в приложении, отмечая точки на карте, он все равно звонит и спрашивает, где вы стоите и куда нужно ехать. И спрашивает, естественно, на турецком. Даже если ему сказать, что говорите на английском, он ответит, что не знает английского и продолжит говорить на турецком. И это бесит. Зачем звонить и спрашивать, если в карте все отмечено? До сих пор для нас это загадка. Еще бесит такой момент, что автобусы нередко останавливаются, где им вздумается. Стоит толпа на остановке, а он взял, не доехал до остановки и остановился где-то вот прям посреди дороги. И вся вот эта вот толпа сломя голову бежит к этому автобусу. Это вот как-то стрессовенько и бесит. Ну, почему нормально не подъехать вот к остановке и не остановиться? Все время удивляемся этого момента. Угу. Да не бомбит у меня! Ты че ревел? А че они говорят, что у меня бомбит? У меня нет бомбит! Я бомбит у меня! На рынке бесят торговцы, которые не дают самим выбирать товар, а накидывают в пакет, что попало. Прям вот бесит. Мы всегда проверяем, что там наложили, особенно после битых помидоров. Либо сами в руки даем выбранный товар. Еще про товар бесит то, что на товарах нет ценников. И когда спрашиваете цену, во-первых, никогда точно не узнаете, врет торговец или нет. А во-вторых, он обязательно начинает вам рассказывать про этот свой чудо-товар, какой он самый лучший. А вы всего лишь цену спросили. А ощущение, будто прямо сейчас должны купить этот товар. И это бесит. Бесит. Или вот заходишь в автобус, а там толпа народа стоит, и все они прямо на входе, и никто не подвигается дальше в полу пустой автобус. Нередко было так, когда народ в автобус не влез, только потому, что все столбом встали прямо у входа. А остальная часть автобуса полупустая, и это бесит. Или резкое изменение маршрута автобуса. Без предупреждения просто взял и поехал по другому маршруту. Несколько раз вот мы попадали в такую ситуацию, и это вот бесит. Ты-то едешь в определенную точку, он, оп, и в сторону ехал. Ну, помнишь, тобой просто полгорода считаем срезом. Цветой рандом во всем. Сегодня нужны эти документы. Завтра не нужны, а послезавтра опять нужны. Или у одних так, а у других по-другому. Чего только стоит этот набор документов для ВНЖ, или покупка сим-карт, или поход в банк. У всех все по-разному, и это несколько раздражает. А что бесит вас в Турции, расскажите в комментариях. Обратная связь там же в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании можешь всегда воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. А также там под видео есть наш сайт, куда можно обратиться за помощью в аренде квартиры. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.